З arguing Я Я Голубка от часов заря Проклятье Мора Что это? Привет, мои, мои С вами я, ваш верный ваш Сегодня мы с вами, к сожалению, наконец-то заканчиваем это замечательное краткое приключение в мире Готики 3 В прошлый раз мы с вами закончили на грустной ноте А также на том моменте, где уже начали легкий такой чилинг в Нордмаре На родине суровых мужчин и женщин-алкоголиков Сперва пропустить глоточек. Моё приключение здесь не было однозначным. После того, как в гробнице некого нулнейма была найдена шляпа, которая как раз, я решил нанести визит в ближайшее поселение клана Волка. Но поскольку путь туда был долг и скучен, я веселил себя, играя в замечательную мобильную игру Raid Shadow Legends. Мало того, что она задорная, эпичная, доставляет тебе удовольствие, так она ещё и абсолютно бесплатная, достойна уважения. Сам Безымянный полюбил эту игру за её интересную сюжетную историю, потрясную графику и множество героев, которых ты можешь взять под своё командование. Наблюдая за их ростом, выбирая им артефакты и прокачивая их уникальные таланты. Прямо как собственные дети под 2 метра ростом и способностью ушатать с кулаков... А это мой любимчик, я зову его Богданыч. Более 10 миллионов работяг уже скачали игру, и это всего за 6 месяцев. А сама игра развивается со скоростью японского локомотива, из-за чего наконец-то стал доступен долгожданный режим Войны Фракций. Также вы сможете участвовать в потрясающей программе вознаграждения. Лично я считаю, что игра на 10 из 10, но зачем вам верить не на слово? Качай рейд по моим ссылкам, и ты получишь 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона. Рейд Shadow Legends. Переходи по ссылке в описании под роликом. Путь до клана Волка мало того, что долгий, он ещё и сложный, из-за того, что на пути много всякой дряни. Мало того, их ещё хрен найдёшь, потому что Нордмар – это не север, а какой-то сраный лабиринт из сияния. Мы подходим к посёлку, и что-то мне подсказывает, что стоило прислушаться к словам орка-алкаша. Иди в Нордмар и постарайся остаться в живых. Клан Волка – это охотники, самые такие настоящие хантеры, которых волнует только мясо и шкуры. Поэтому большинство квестов завязано как раз-таки на этом. Ты пришёл, чтобы помочь нам охотиться? Лучше я предупрежу тебя заранее. Мне члён очень хочется, понимаешь? Я понимаю ни одного слова, блядь! Ты идёшь с охоты? У тебя есть шкуры или добытые животные? Конечно! Ведь мужик с двумя мечами за спиной и в лёгких пустынных шмотках так похож на северного охотника. Да, тут очень много новой живности, с которой можно отрезать что только душе угодно, и это поначалу приятно. Но спустя время тебя это уже начинает, мягко говоря, бесить, потому что поток дичи не заканчивается вообще. Прямо как в славянском ютубе. Но вернёмся к рассказу про клан Волка. Ты идёшь или уходишь? Чего? Честно говоря, в этом клане по-настоящему интересных квестов не так много. Однако, это не мешает местным работягам быть интересными личностями. Никаких нападений сзади. Ты чё, дурак, что ли? Например, тут у них есть жарафуфел, который заведует складом и неплохо так понимает в искусстве диетологии. Что есть поесть? Мясо. Мясо есть всегда. От него растут мышцы и член. Равнинные жители едят слишком много зелени. Здесь, наверху, они бы долго не протянули. Интересная теория. Больше, чем теория. Это правда? Или же фури-друид, который решил себе найти преемника. Моё время вышло. Я скоро. Смочу слюной задний проход. Он просит нас убить некого волка-потрошителя. И если мы это сделаем, то он официально запишет нас в список фурии. Я же, в свою очередь, вежливо отказываюсь от такого предложения. Немного помогаю жителям, дабы набраться опыта. А именно, убиваю полосатых собак, чтобы они не мешали лесникам губить природу. Вместе с охотниками убиваю орков, а именно клятого орка-барабанщика, который своими музыкальными шедеврами а-ля гимн Советского Союза на барабанах распугал всю дичь. Плюс, я помогаю егерям поскорее выполнить заказ на добычу шкур мохнатых коров. Чтобы они могли пересаживать её взамен кожи на обмороженных задницах. Так же поступали деды на Древней Руси. Клан Волка в долгу перед тобой. Ну, долг в задний проход не положишь. Ещё в этих землях просто полным-полно орков, которые по дефолту агрессивные дебичи. И поэтому их не так уж и жалко. Вместе с одним особо храбрым гражданином идём и насаживаем сморчи на острику киславыч, дабы ублажить северян. Потому что только насилие их возбуждает. В общем, я веду себя как самый настоящий общественный активист и иду дальше. А именно в посёлок клана Молота, где дела идут из рук вон плохо. Привет. Привет. Дело в том, что клан Молота знаменит своими кузнецами, плавильней и шахтой. Ну, чисто челяба. Уже много поколений. Мы добываем здесь руду и плавим из неё в больших печах заготовки. Настоящие рудные заготовки. Вместе эти богатства позволяют им создавать настоящее рудное оружие, которое по качеству настолько балдёжное, что даже орки смотрят на него, как советские люди на импортные немецкие товары. К чему это я? Ах, да. Орки в итоге захватили шахту с плавильней и теперь северяне сосут огромный такой чугунный болт и не знают, что делать. Что случилось? У нас проблемы с орками. Ну, надо же. Эээ! Не дерзи! Эти свиньи захватили нашу шахту! Ну, надо же. Эээ! Горюют они ровно до того момента, пока не приходит наш Касипукич, которому они доверяют почти в соло затащить битву против сотни орков и отбить их сокровища. А почему я должен тебе помогать? Потому что ты хочешь получить один из наших мечей. Печи орков. Нет печей, нет мечей. Вот так. Плюс за это местный начальник нам отдаст кучу золота. Ты получишь целый сундук золота. Больше, чем сможешь унести. Однако просто так идти в Одняру очень и очень глупо, поэтому мы берем в напарники тех охотников из клана Волка и одного из местных за компанию. Кто-то скажет, что переть в обоссанных шмотках из Варанта и тремя смертными дебилами как минимум глупо. И знаете что? Вы абсолютно правы. Перед тем, как идти в шахты, я решил прогуляться по этим землям в поисках чего-нибудь такого полезного, что сделает меня сильнее или хотя бы будет стоить дорого, чтобы я смог себе позволить новые доспехи. К моему огромному сожалению, я ничего такого не нашел. Просто ходил, прогуливался и иногда натыкался на рандомные лагеря орков, вырезая которые я получал опыт и выгорание нервной системы. У меня уже просто нет сил вырезать этих орков, я как будто в долину рудников вернулся. Еще мне попадались гробницы северянские с нежитью внутри. И эти самые гробницы почему-то стали важным объектом интереса со стороны орков. Я поначалу не понимал, какого, собственно говоря, члена, как вдруг совершенно внезапно в одну из гробниц нашел... Кольцо Аданаса? Последний артефакт? Как? Я как я на него наткнулся? Я просто ходил и пытался стать сильнее, параллельно слушая песню... Теперь у меня абсолютно все артефакты Аданаса. Я хотел на радость их двинуться к Сардусу с новостями, как вдруг в этой же гробнице обнаружил очень классный, красивый, винтажный северянский шлем. И знаете что? Мы не пойдем к Сардусу, нет. В этом шлеме мы так и пойдем прямо сейчас рофлить над орками в шахтах. У шахты есть два выхода. По плану мы должны с ребятами войти сзади и начать рубить, дабы задезморалить их нашей мощью. Когда сморчи, испуганные нашим сральником, и я сейчас не про шлем, побегут через другой вход, там их встретит клан Молотой и покажет настоящий славянский рейв. Хоть план и звучит классно, не стоит забывать, что я, возможно, и прокачан по уровню просто как убер-пельмень, но на мне все еще нет мощной брони, да и оружие мое все еще на такое. Поэтому я убиваю весь день на бесконечные попытки уничтожения вражины, из-за чего два моих товарища умирают в адских муках... ...вместе с моей нервной системой. ...но! ...шахта отбита. Потому что Касипоша сверхчеловек, который в награду получает от мэра аж целый... ...касаль. ...и сраную убер-северянскую катану, о боже мой! ...но я ее пока что приберегу и трогать не буду, не-не-не-не-не, я ее оставлю напоследок. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Я помог клану Молота и теперь спокойно двигаю в деревню клана Огня, которые знамениты тем, что они не могут ни в охоту, ни в кузнечество, но зато... ...они первоклассные убер-мега-говноины, которые знамениты своей кровожадностью к иностранным оркам во славу Иноса. Лишнее доказательство того, что северян брали со славян. Но я не могу показать тебе как-какать. И их задание это как раз-таки зачистка гробниц от предков в виде нежити и возвращение особых камней духа на главные пьедесталы. Конечно же, ваш покорный слуга это сделал и радостный пошел за наградой, но вместо этого получил мощный кукиш промеж булок и вот такой квест. Отлично. Я знал, что ты именно тот, кто нам нужен. Теперь заверши свою задачу. Задачу? Выгони орков из Нордмара. Аааа... Не пошел бы ты нах... Ну и напоследок, перед тем как идти к Сардосу, я наведался в монастырь магов огня, где главный маг сказал, что мы избраны. И что именно мы поможем Иносу победить Беллера. Ты снова выведешь людей на свет. Зато этот поехавший нас пускает в святыню, где мы находим Мильтона. А я уже думал, когда же ты здесь появишься? Наш старый добрый друг просит нас о помощи. Он знает, как вернуть магию, которую выключил Ксардос. Нам нужно достать все 12 тех самых кубков огня и отдать Мильтону. Здесь, на этом месте, мы сможем возвратить паладинам их древнюю силу. У меня все эти 12 кубков имеются в наличии, и я с радостью не отдаю их. Потому что Инос сможет заглотнуть моего майонезного. Надеюсь, Мильтон на это не обиделся. Хотя чё ему, у него мясишка есть. Хе-хе. Я бы на его месте не грустил. Надеюсь, что после этого ролика я тоже поем. Дорогие мои зрители, теперь наступила достаточно важная, и я бы даже сказал феноменальная глава в жизни буханки с мотнёй под носом. Мы навещаем Ксардоса со всеми артефактами, и тот не двинул провью. Он рассказывает нам его план. Война между Иносом и Беляром длится уже фиг знает сколько. Кто-то из них побеждает другого, победитель правит этим миром, а затем всё идёт по новой. Ксардоса задолбала, что из-за этого страдают простые люди мира сего, и поэтому решил на альтруисточах отрезать обычный лют от влияния богов, дабы они сами решали, как им жить. Однако, артефакты Адоноса способны дать одной из сторон такое мощное преимущество, что власть одного из богов над другим станет просто феноменальным, и пошатнёт всё равновесие в этом мире. Ты держишь в своих руках огромную власть, власть, которая и не снилась моему отцу, которую хотели бы видеть на своей стороне Зубин и Робар. Поэтому в данный момент мы можем решить, отнести эти артефакты королю Робару или же отнести их Зубену, но Ксардос наконец-то раскрывает свои карты и предлагает нам сделать ход конём, а именно уничтожить эти артефакты великой кузницы клана Молота. Это третий путь, который я предлагаю, но выбирать буду не я, это сделаешь ты. Вот такой вот поехавший этот чародей писькохлёб. Простого жара кузни не хватит, и поэтому он говорит нам кинуть в него сначала булдышник, в котором как раз таки и собрана вся скомуниженная у паладинов магия, чтобы жар стал мета-убер-мега мощным. Что ж, вы меня знаете, я атеист негодяй с обратной манией величия, из-за чего я считаю себя говной и поэтому выбираю нейтралитет. Все артефакты я кидаю в топку и окончательно обрубаю себе все пути назад. Артефакты разрушены. Свершилось. Ты решился на это. Ксардос очень рад нашему выбору и говорит, что нам надо отрезать этот мир от влияния Иноса и Белиара путем кражи двух артефактов. Скипетра Варанта и Полсоха Вечного Странника. Они находятся у Зубена и Робара, которые само собой их просто так не отдадут. Поэтому маг дает нам еще одно задание. Даже если мы и отберем эти артефакты, влияние богов все равно останется, так как Зубен с Робаром избранники богов, которые также несут себе божественную власть и поэтому Они лишь покорные слуги, не больше, чем марионетки в войне, в которой они не смыслят. Сделай так, чтобы их власть исчезла с лица земли. Однако и это еще не все. Хоть двух дебилов мы и убьем, артефакты просто так уже не уничтожить, поэтому Макс заявляет нам Я тоже ношу божественную власть в себе, и она также не имеет права оставаться в этом мире. И как ты себе это представляешь? Когда настанет время, мы покинем этот мир и уйдем в неведомую страну. Мы так и есть. Если мы хотим закончить то, что начали, мы пойдем вместе. Мы покинем этот мир и войны богов больше не будет никогда. Да, именно. Нам буквально заявляют, что в этом мире без нас будет лучше. Вот это да. Ну что ж, пора бы нам идти, товарищи мои. В первую очередь стоит наведаться к королю Робару, но одному идти туда мне не охота, да мне и не нужно. Ведь в деревне клана Огня я нахожу нашего старого друга Ли. Ты здесь? Да ты прямо-таки вездесущ. Что же ты задумал? Вообще-то я собирался нанести Робару визит. Но этот трус укрылся за барьером. Он говорит, что хочет убить Робара по причине пидо-пидо-негодяй. О-о-о-о. Но для этого нам нужно два камня телепортации в Венгард, которые я нашел в самом Венгарде в одной из башен путем телепортации и стелсового прошмынинга внутрь. Но не суть. Я наконец-то купил себе классную броньку северианскую, так как они единственные, с кем у меня максимально сасные отношения, и вместе с Ли я иду навстречу судьбе. Под куполом творится лютая дичь. Орки бьются против палатинов, но нас это мало волнует. Больше всего меня волнует тот факт, что в какой-то момент Ли совершил поистине магический трюк, и он исчез. Буквально. Его нигде нет. Я поначалу подумал, что его убили, но трупа нет. Я думал загрузиться, но походу квиксейвнулся уже после его исчезновения. Ли, вернись. Не нужно уходить за сигаретами. Блин, походу против короля я буду биться один. И делать я это буду на катаночах, потому что наш Касипоша северянский самурай. А вот и он. Мразина, которая кинула нас за барьер. Добро пожаловать, избавитель. Слава твоих деяний опередила тебя. Сейчас меня опередит мой член, который я тебе промеж булок положу. Начнем с того, что Робар редкостная чистовая мразь, которая заявляет нам, что изначально все это было его планом. Мол, Инос так ему сказал. Сам Инос говорил со мной. Он сказал, что наше спасение привезет корабль. Я отправил в море Эсмеральду, и она привезла тебя. Конечно, конечно. Ты отправил корабль за мной. А не за тем, чтобы паладины привезли тебе руду. Да-да, охотно ведут, тварь. Из-за твоих приказов я сперва вообще оказался за барьером. И таким образом смог понять, кто ты есть на самом деле. Ведь именно ты смог победить спящего и драконов Хориниса. Мои охранники только подтолкнули тебя к правильному пути. Какое же ты животное. В конце концов, он заявляет, что в курсах о нашем поступке в отношении артефактов Аданаса. И говорит, что на самом деле мразь это наш Косипоша. Ты разрушил священные артефакты. Чтобы спасти мир от войны богов. Ты предал наш народ. Свой народ. Пока божественная власть будет находиться в этом мире, война между богами не закончится. Ты растоптал наши надежды. Раса людей обречена на гибель. Нет, они тоже обретут мир. Мир, которого у них никогда бы не было под властью Иноса. Ты разрушил артефакты. Но в этом мире есть еще божественная власть. Я несу в себе власть Иноса. Пришло время отдать эту власть обратно. Да, как ты говоришь. Пришло время. А теперь посмотрим, как умеют драться короли. Ну, держись, король. Далее меня ожидала эпичная битва буквально против всей крепости, включая Робара. Который не пальцем деланный. Конечно, мне пришлось побегать туда-сюда, дабы поубивать как можно больше людей и остаться с королем наедине. Но в конце концов... О, а у короля, я смотрю, есть козырная корона. На мне она будет смотреться в разы лучше. Следующий на очереди Зубен. Которому нас также отказываются пускать. И поэтому умирают. Я уверен, что главный в мире ассасин был готов поведать нам офигенную историю про Беляра. Но, к сожалению, он был избит насмерть королевской буханкой. И... Мы убили дебилов и еще забрали их артефакты. Мы спасли этот мир от богов. И теперь... Так, я сделал все, что нужно. Тогда мы готовы. Готовы покинуть этот мир вместе. С помощью артефактов мы должны открыть некий портал, который отправит нас в неизвестную страну. Что это за место, не знает даже сам Ксардос. Но в чем он точно уверен, так это в том, что мы не имеем права оставаться в этом мире. Поэтому вместе с ним мы отправляемся в наш последний путь. Нам встречаются ассасины, паладины. Но и вместе с ним мы с легкостью с ними расправляемся и... И вот... Воу, так быстро? Уже пора, да? Мы пришли. Пришло время открыть портал. То есть имеется в виду, пора прощаться с миром? Это так. Мы покидаем мир, но нас ждет неизведанная страна. Честно говоря, под конец я решил дропнуть свою мысль о массовом геноциде этого мира. Потому что эта концовка слишком поэтична. Мы буквально покидаем этот мир навсегда. Мы уже больше никогда не увидим наших старых знакомых. Никогда не вернемся в Миртану, Харине, с долины рудников. И сам факт того, что это последняя на данный момент каноничная часть готики, делает это прощание еще более горестным. Прощай. О, этот дивный мир. Давай покинем этот мир навсегда. Ну тогда вперед. Мир после нашего ухода зажил как никогда раньше. Горн собрал вокруг себя лютых работяг и продолжал рубить орков как только мог. Но, несмотря на это, орки все равно захватили Миртану и устроили свое орочье королевство. Однако, со временем, сморчи и люди нашли меж собой общий язык и зажили в самой настоящей ламповой гармонии. Все пострадавшие от войны вернулись в свои дома и в королевстве началась эпоха процветания. Чего не скажешь о Варанте. После смерти Зубана ассасины сделали пассасины. Ли должен был стать генералом армии людей в этой концовке, но прямо перед битвой с Робаром он решил, что летать наружу всех измерений намного перспективнее и приятнее. А вот Диегоч наварился по самое неболой. Он разбогател и создал в Варанте великую торговую империю и жизнь у него пошла в кайф. Хотя тут уж как посмотреть. Вот тот же Лестер вроде занял небольшой уголок в Брага и начал там тихо мирно жить да выращивать болотную траву. Ангар устроился жить в руинах чисто на аскеточах. Северяне спокойно продолжили сидеть пердеть после геноцида орков на этих землях. А Мильтон продолжил жить в монастыре, попутно изучая книги и анализируя наш поступок в отношении Робара и Иноса. Когда-нибудь он поймет, что все это было не зря. А что насчет Лореса? А, да хрен его знает. Пошел чилить, куда глаза глядят. Ну да, и это все? Посмотрим. Но несомненно одно, все будет хорошо. И это была Готика 3, мои дорогие друзья. Сейчас я вам должен высказать какие-то вердикты и умозаключения. На самом деле, третья часть является очень спорной. С геймплейной точки зрения ее очень сложно назвать Готикой. Это ролевая игра? Да. Но очень сложно порой поверить, что ее делали именно Пиранье. Потому что многое в ней вообще не работает так же, как работало раньше. Да даже с графической точки зрения та же первая часть выглядит лучше и приятнее. Но... Хе-хе-хе-хе-хе. Все не так уж и плохо, мои дорогие. Ведь что получилось у Пиранье лучше всего, так это квесты. Конечно, тут очень много заданий а-ля принеси, подай, убей. Я знаю. Но текстовое наполнение и диалоги вывозят все. Разговаривать с персонажами одно удовольствие. Да и сам сюжет, я бы даже сказал замысел, достойный. Сама идея того, что мы важный человек и что мы способны выбрать одну из божественных сторон, хороша. А уж если идти по пути к Сардасу и покинуть этот мир, дабы он сам решал, как ему жить, то можно словить реальное осознание пагубного влияния Косипоши на этот мир. Тем более, на данный момент это последняя часть. Я знаю, что дальше вышли проклятые боги и Аркания, но они абсолютно перечеркивают тот поэтический замысел, который преподнесли нам немцы. И это печально. Так что как Готика, это слабая игра. Но как финал Готики, это уже совсем другой разговор. А на сегодня все. Мои-мои. Когда я буду приниматься за неканоничную часть Готики и буду ли приниматься вообще, я не знаю. Пока что я хочу отдохнуть и сделать несколько роликов по совершенно другим играм, которые вам были бы приятны. Тем более, мне надо сделать буржуйский вопрос-ответ от донатеров, которые откликнулись на мой зов и закинули шекелей. Сбор, кстати, закончился и больше кидать не надо. А в остальном, большое вам всем спасибо, что следили за этим поехавшим сериалом категории Г. Без вас ничего этого не было бы. Так что можете гордиться собой и вашим вкладом в наше творчество. Готика не забыта. И забыта не будет именно благодаря вам.